господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 961 события дня серахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь владимир марков так же слова иоанна крестители не думайте говорить себе отец у нас авраам ибо говорю вам что бог может из камней сих воздвигнуть детей авраам то есть это вопрос по священному писанию отвечать долго неудобно мне матфея 5 3 9 а каких камнях идет речь о применении к сегодняшнему дню применение или это касается только евреев отвечая блаженно фефилакт им служила в погибель то что они полагались на свое благородное происхождение под камнями разумеется язычники из коих многие уверовали но иоанн говорит просто что бог из камней может воздвигнуть надо чадо в раму ибо и ложесна сары по бесплодию были камнем однако она родила по божию изболению воздвиг же господь чадо в раму от камней тогда когда при распятии его многие увидев распавшиеся камни уверовали владимир марков откровение 18 глава 4 стих толкование будет и услышал я иной голос небоговорящие выйди из нее народ мой чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее о чем идет речь ответ я беру из третьего тома у нас вышел трехтомник полного толкования нового завета это собранный всех святых отцов отцом геннадием фастом после ангельской вести о падении вавилона блудницы услышал ян голос иной с неба говорящий о том кому принадлежал этот голос может судить из сказанного им слов христианам народ мой из этого обращения видно что говорит никто иной как сам господь иисус христос ибо только он а не ангел или еще кто имеет право назвать христиан народом своим к чему же призывает христос чад своих выйдя от нее от вавилона блудницы народ мой и сделать что надо непременно это по двум причинам первое чтобы не участвовать вам в грехах ее положение в этом великом городе было таково что невозможно будет жить самому себе необходимо будет обязательно участвовать в греховной общественной жизни города не имея печати антихриста невозможно будет ни купить ни продать что-либо не участвовать в чем-либо возможность возникновения такого общества подготавливается уже теперь мы видим что человек все менее и менее предоставлен себе все менее он имеет возможность сам определить свою жизнь человек член определенного общества и может жить только сообразуясь с понятиями и нравами и обычаями этого общества причем со временем все более растет обязательность участия каждого человека в грехах общества ложная обманчивая мысль быть участником греховного общества но не участвовать в его грехах такое мысль лукавый завлекает простодушных в свои сети правильный выход может быть только один выйдя от нее народ мой до самых последних времен христиане еще будут жить в великом городе вавилоне в нем будет проливаться их кровь за исповедание веры 17 6 но настанет момент когда уже невозможно будет оставаться в городе не участвую в грехах и верные христу оставят его вторая причина выхода из вавилона блудница это чтобы не подвергнуться язвам ее господь накажет город греха и разбрата но он не желает вместе с нечестивыми погубите праведных как некогда был выведен праведный лод с семейством из города преданного осуждению так будут выведены праведные из вавилона имеющего погибнуть ветхий завет предлагает нам и другие подобия так моисей сказал обществу отойдите от шатров нечестивых людей сих корей до фана верона и не прикасайтесь ни к чему что принадлежит им чтобы не погибнуть вам вместе во грехах их числа 19 26 или вот другое сравнение когда выявил моисей народ из страны и среди негу богу и стали у подошвы горы исход 19 17 чтобы вступить в завет с богом через пороков исаию и иеремию призвал господь свой народ выйти из халдейского вавилона выходить из вавилона бегите от халдеев исаи 48 20 идите идите выходите оттуда не касайтесь нечистого выходите из среды его очистите себя носящие сосуды господним ибо вы выйдете неторопливо и не побежите потому что впереди вас пойдет господь и бог израилев будет стражем позади вас исаи 52 11 12 бегите из среды вавилона и уходите из халдейской земли и будьте как козлы впереди стадовец иеремия 50 и 8 стих бегите из среды вавилона и спасайте каждую душу свою чтобы не погибнуть от беззакония его выходи из среды его народ мой и спасайся каждой душу свою от пламенного гнева господня иеремия 51 6 45 так и в кончину века прозвучит глаз господа выйдя от нее народ мой и выйдут верные из вавилона и не счастливые останутся в своем нечестии и внезапно постигнет их пагуба интересно еще немного остановиться на излюбленном сектантском употреблении этих слов вы и я от нее народ мой сектанты и раскольники самых разных толков это баптисты все абсолютно сектанты а образуют разное общество под лозунгами в основу которых положены эти слова реформаторам 16 века показалось что католическая церковь блудница и они возглавляют выход из нее народа божия каким они себя считают но вот и образовавшиеся протестантские общества кажутся уже блудницами снова выходят народ пуритане баптисты методисты но вот и они уже не то и выходят адвентисты и яговисты пятьдесятники совершенники под этим же лозунгом происходит расколы внутри всех например выход братских менонитов от церковных 1860 год или недавний начало 1960 году выход баптистов инициативников от евангельских христиан баптистов и этому выходу на народа божия не с конца любят при этом еще приводить слова апостола павла не прикасайтесь по чуже не преклоняйтесь по чужое ермо с неверными ибо какое общение праведности с беззаконием и потому выйдете из среды их и отделитесь говорит господь и не прикасайтесь к нечистому второе коринфа 6 14 и 17 здесь мы имеем явный пример злоупотребления писанием во всем писании нет ни одного слова хотя костяно призывающего к церковному расколу и к выходу из мирской церкви и воссозданию духовной наоборот писание ясно учить что одно тело церковь и один дух один господь одна вера одно крещение христианам 4 4 5 это единая церковь вечная и врата ада не одолеют ее матфея 16 18 ни одно место писания выходе не говорит из церкви не ветхозаветнее не новозаветнее выйди народ божий выйти призывается из гибнущих городов содома и гаморры из египта святий святотаться в корее до фана вероны из халдейского вавилона от неверующих идолопоклонников из антихристов города вавилона но нигде из церкви об отделяющихся же от церковного единства ясно говорит господь ведь в нем может приносить плода сама собою если не будет на лазе так и вы если не будете во мне кто не прибудет во мне и извергнется вон как ветер и засохнет такие ветер собирает и бросает в огонь и они сгорают я на 15 4 6 апостол иоанн уже после написания апокалиптиста так пишет о них они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то остались бы с нами 1 иоанна 2 19 строители вавилона хотели построить себе башню высотой до небес бытье 11 4 это им не удалось но им удалось воздвигнуть башню грехового достигшую неба а древних строителей вавилона и дослуг антихристовых бог как бы все терпел неправда нечестивых царств всех семи наконец бог воспомянул неправда ее неправда вавилона потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков и имея 51 9 кончилось долготерпение божие настало время праведного гнева и суда скажет а что такое вавилон но более всего подходит под город москва владимир марков римлян 9 22 233 много не буду здесь перепечатывать это тоже только про евреев никого другого не касается римлян 11 11 24 только для евреев точнее только для христиан из язычников того времени и еще дух святой передается через таинство в миропомазание или через наставление в вере галатам 3 2 отвечаю сиене раздельно владимир марков может ли нерожденный свыше священник епископ передать дарование духовное сложение руки священства отвечаю может владимир марков и последний вопрос церковь тело христово связано духом святым или таинствами или тем и другим такое возможно вообще отвечаю тем и другим владимир марков я баптист член церкви ивангельских христиан баптистов к вам повторю отношусь большим уважением я отвечаю ивангельских христиан и баптисты не церковь христово секта не церковь глава стиха отделяется только двоеточием и никак не точкой с запятой иван и все здравствуйте игнатий тихонович меня зовут тимсеев иван живу я в городе нижний новгород давно смотрю ваши видео но история двух детей дробот которые недавно гостили вашей деревне тронула до глубины души но их четверо дома двое были еще скажите есть возможность каким-нибудь образом помочь им может есть реквизиты карты или что-то еще очень хочется помочь им так как их ждет большое и светлое будущее и все благодаря вам с уважением и всеми его ответ и христиан спросите здесь у галины загуляевой вот понимаете как вот я сказал здесь еще не успел перенести надо будет сейчас прямо сходу это посмотреть да не сходу то и не посмотришь вот такое дело здесь даже и нету вот так вот чего уж не ожидал то никак кто-то не ожидал реквизиты надо дать мне надо тут разблокировать все но придется подождать маленький сейчас я беру все придется маленькие сделать исключение ничего здесь больше я не могу сделать мне надо зайти и найти где она есть вот сколько времени немножко отниму но того стоит сразу не подумал что надо открыть это надо сейчас выносить меня буквы там вставлять вот так 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 галина это еще маленько придется подождать это еще подождать чуть-чуть еще я уже устанавливаю вот так сейчас ожидал тут у меня городушка такая пока все поставлю и вот у галина спросите вот она есть помощь можете направить на карту сбербанка привязана к номерам телефона вот чтобы было видно я не знаю видно нет тут плюс видимо это телефон я тут не очень-то разбираюсь но вот она галина александр загуляева это моя карта община доверила мне собирать и хранить эти средства расходуется средства на те или иные нужны детей четверо теперь их осталось без матери по благословению батюшки отца и акима по совету игнатия тихоновича и нашего врача виктора андреевича то есть советы мы деньги не видим не знаем она сама там еще помогает надежда александровна дмуха савинцева но так где это написано вот она вот она где не знаю тут видно будет или нет и что-то иван или или сеев пишет тут иван или сеев спаси господь игнатий тихонович галина мне уже написала ну вот видите как вот это он пишет все наладилось наталка игнатий тихонович я прошу вас очень при всем уважении к вашим делам и вашему времени выделить мне хоть двадцать минут для разговора по скайпу напишите когда вам можно будет позвонить и в какое время если можно пожалуйста сегодня я могу завтра вот с 5 с 5 августа не могу потому что надо собираться в дорогу приеду 17 августа у меня есть пару лишних вопросов о семейной жизни и предложение и вопрос частного характера очень прошу вас ответьте отвечаю буду в городе только с 10 октября вечером отсюда разговора по скайпу нет и общее для всех сначала напишите внизу в скайпе смогу ли принять так как приходится часто отключаться на работу то есть не не в комнате быть я уезжаю тут езжу там в городе даже принять могу от 4 00 до 16 00 по москве от 4 до 4 у нас все записывается и выставляется в интернет поэтому никаких тайн и личного ничего у вас и у меня обязательно должен быть глазок веб-камера если кому наши такие условия не подходят они таяться и боятся то просим таких нас не беспокоит не принимаем только напишите сразу кто вы имя фамилия место и чего хотели бы прошу не чаще чем один раз в день заходить на страницу skype не чаще вырасывать материалы раздаются звуки в виде кваканье отвлекают от работы наталка условия подходят все принимаю позвоню в октябре с уважением наталья ну и туда дальше разговор рахиль в храме концерт детский дети забыли дома платочки вот так прочитайте до сих пор я буду продергивать здесь это вчера я увидел записывают они о концерте о иконах познакомить просто чем занимается сейчас сестры вот вот эти как все это ну и показать наши ресурсы вот так попутно нашу деревню кто-то скинул как она выглядит и джем восточную джем неужели же джем этот любят какие-то как быстро люди клюнули на это не имени фамилии не фотографии ничего скрывается вроде то есть безбожники фотографии оставил тут дальше у нас вот православный форум ну и наш канал большой канал 12000 с лишним роликов 21 миллион четыреста семьдесят девять 763 просмотра и 21 тысяча восемьдесят два подписчика говорят что это неправильная цифра ну по-другому я не знаю какие другие другие вот игры безопасном месте 36 вот так 35 кого еще 13 роликов сегодня выставил дальше будет видно и большой сайт православный библейский сайт вот сюда надо зайти зайти